Всем привет! Сегодня у нас пешеходная погулка от музея изобразительных искусств. Через дворец спорта и в музей мирового океана. Буду больше снимать, комментировать минимально. Средний рыболовецкий траулер. Субтитры создавал DimaTorzok Плавучий маяк «Ирбенский». Научно-исследовательское судно «Витязь». Глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», который погружался к «Титанику», может погружаться на глубину 6 км. подводный буксируемый аппарат «ТЭТИС». спускаемый аппарат космического корабля «Союз». «Ирбенский» 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 «Ирбенский», «Ирбенский». Раритет. Как это называется? Рында? Рында по-ихнему. Колокольчик по-нашему. По-нашему колокольчик. Ой, даже Ирбит. Это дедушка Урала. Фигай себе. Ой, так и придет. Ой, я тоже придет. Это колокольчик для забора воды. А для чего нет? Ну, для исследовательского судна. Исследовательское. Вот фиг уже прагнила. Старенькая уже все стоит. На прогулочном корабле не надо слушать. Подводная лодка проекта 600. 41. Давайте. Я не могу. Я не могу. Возьмите, чтобы не упасть. Продолжение следует... Носовые торпедные аппараты... Запас торпед здесь был... Тали для их загрузки... Тут худенькие-то не могут пролезть... Аккуратно, на четвереньках... Только что на четвереньках есть... Ребята, посмотрите, в какую группу надо залезть... 50 сантиметров... Ну, не знаю... Вот и как настоящий Мария Малыч... Тут даже... Полежать нужно... Вот тут... Кровать полноценная... Это гидроакустическая станция... Тут что-то внизу еще... Вот это каюта капитана... Даже шкафчик есть... Кровать... Двухъярусная... Выход должен быть там, да? Он там и есть... Тихонечко... Тихонечко начали... Флагманская каюта... А это вот... Кушать... Какая здесь комната? Кают компания офицеров... Вон там... Вилки, ложки лежат... На этой штуках... Угу... Это вот каюта... Угу... Не научилась через эти руки пробираться... Думала, что это невозможно оказываться... Раз на попу... Да, это... Ну, сложно... Вольно вас тут встречай на кадре... Мы, наверное, из-за вас тут застрывали, да? Да... Выходите, не задержались... Команды застревали... Да, не можно... Ой, ребят... Тут даже просто пройтись уже... Голова кругом идет... Да... Как же тут люди... А в момент тревоги здесь беготня... Вот тут какое еще разделение... Да... Старшина, матросы, офицеры... Командир... Командир тоже сидит... Тут старший помощник командира... Ничем не отличает... Каюты... Секретная часть... Секретная часть... А мы туда заглянем... Секретная... Ничего там секретного нет... Там только... Сейф может быть... Документы и сейф... Ух... Самая вкусная... Камбуз... Камбуз... Секретная часть... Ух... Тут уже... Ой... Тебе же... Ух... Ну чего-то... Ух... Вот... Это дизельные, три дизеля. 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 Электрическим двигателем предшествовали паровые машины с паровым котлом и топой, которые требовали для работы кислорода. Подача под водой всегда была проблематична. Без кислорода могли обретись пружинные и пневматические двигатели. После изобретения аккумулятора стало возможным использование электродвигателя. Но скорость передвижения под водой уступала скоростью отводных кораблей. А емкость аккумуляторов ограничила время пребывания в подводном положении. Следующим этапом в совершенствовании подводных судов стало появление на них атомных двигателей. В седьмой отсек можно попасть через гравий. Электрическим двигателем предшествовали паровые машины с паровым котлом. Электрическая авария позволяет покинуть лодку с глубины до 120 метров. Ты не садишься, а я сажусь прямо в полной полной. СГП-60. Спасательный гидрокомбинезон подводника с утеплителем. Он дает возможность продержаться в холодной воде от плюс 4 градусов Цельсия до плюс 1 градуса 6-8 часов. И до 59. Индивидуальный дыхательный аппарат. Вес с 5. Снабжен баллонами с гелиевой кислородной смесью, которая используется для дыхания. И кормовые торпедные аппараты. Максимальное время нахождения в ИД-59 при температуре до плюс 40 градусов Цельсия, в зависимости от давления и нагрузки, колеблется от 5 часов до 10 минут. Из седьмого отсека, из первого тоже, отдается аварийно-спасательный буй, который всплывает и на поверхности воды обозначается место затонувшего вода. Это знаешь, что, Наташа? Это медицинский отсек. Иван Значок, крест, то есть здесь раненый лежат. Аварийно-спасательного судна с затонувшей водой. Костюм имеется в виду как повышение... О, мамочки. У меня осталось. Где? О, где? О, где здесь? О, где? Здесь совсем маленькая рубка. С-357 Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 часам температура. Аварийно-спасательного комфорта Пос galleries www. McKinnandadenede О, заб pictирования Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 И заканчиваем мы свою прогулку на верхнем пруду Всем пока и до новых встреч в новых путешествиях! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова